27 января – Ленинградский день Победы. С осени 1941 до конца января 1944 года город на Неве находился в кольце блокады. О мужестве ленинградцев в нашей стране знает каждый. Память об их беспримерном подвиге передают из поколения в поколение. Сегодня в Республиканской детско-юношеской библиотеке молодым людям показали дневники участницы обороны Ленинграда. Здесь они рядом друг с другом. И мне это очень близко. И папа, и мама Людмила Даниловой прошли всю Отечественную войну. Иван Данилович шел с Кавказа до Германии и Чехословакии. А мама Полина Андреевна начинала с Ленинградского фронта. В домашнем архиве сотни фотографий военных и послевоенных лет, медали и ордена. Среди самых ценных – медаль за оборону Ленинграда. Как участнику «Дороги жизни» были вручены, уже когда она ездила в Ленинград, на встречу со своими бывшими однополчанами. Туда маму Людмилы Даниловой отправили как военфельдшера. 30 километров по воде летом, зимой по льду Ладожского озера – единственная связь Ленинграда со страной. Несколько раз военфельдшеру Полине довелось побывать и в блокадном Ленинграде. Эти воспоминания записаны в личном дневнике. Сопровождала солдат, которых забирали из нашего батальона в Ленинград. И, как всегда, собирали продукты, у кого что было, для передачи родным. Это было самое тяжелое поручение, потому что в некоторых квартирах было уже пусто. Где-то заставало умирающих людей, а порой и мертвых. Как рассказать по возвращению об этом близкому человеку? Но, несмотря на трудное положение, Ленинград без воды, без тепла, без хлеба жил. Военфельдшер Полина выхаживала эвакуированных ленинградцев, возвращала к жизни изнеможденных голодом. В конце 43-го молодые девчонки помогали грузить баржи с продовольствием в Ленинград, потому что все мужчины ушли на фронт. Об этом и многом другом Полина Андреевна рассказывала уже на уроках мужества. Я впервые встретилась с Полиной Андреевной на уроке мужества почти 30 лет тому назад. На сцене актового зала, битком набитого студентами техникума, на сцене стояла очень миловидная, белокурая женщина, ну, при всех регалиях, с орденами, медалями. И очень интересно и проникновенно рассказывала о своей воинской службе. Мама буквально до последних дней проводила эти уроки. И вот последний урок она должна была провести 19 февраля 2009 года, но, к сожалению, он не состоялся. В этот день мама не стала. И вот спустя 10 лет дело мамы продолжает дочь в Республиканской детско-юношеской библиотеке. Перед ней тоже студенты. Она вспоминает такой случай, когда уже на восточный берег в Кабону привозили эвакуированных за Ленинграда. И там штабеля грузов были с продуктами, которые должны были потом загружать и отправлять в блокадный Ленинград. Один из эвакуированных подошел к замерзшей баранине, которая была сложена штабеляями. И остервенело, стал вгрызаться вот в это мерзлое мясо, буквально в кровь из ранней, в свои губы. Его еле-еле отодрали от этого. Паек блокадников был ничтожно мал. 250 граммов хлеба на одного человека на один день. И чем дольше шла блокада, тем меньше он становился. Бывали дни, когда и вовсе не выдавали ни крошки. Меня очень впечатлило то, что ленинградцы выживали на один кусок 250-граммового хлеба. Со стороны кажется, что это очень много. Но учитывая то, что каждый день за ним приходилось ходить, это очень мало на один день. 900 дней с сентября 1941 по январь 1944 вошли в историю, как самые трагические дни, унесшие 800 тысяч жизней. Должна работать память наша. Потому что только на основе памяти и знаний о тех событиях можно строить свою дальнейшую жизнь правильно. Расставляя правильно акценты в сегодняшнем очень трудном мире. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.